И часы, когда постоянно нас загоняют дома, нужно отволикаться. Отримай шанс на бонус до 10 тысяч гривен от FABBET. ОМТВЮЕЙ. Про Головне. Еще один аргумент за. Украина не просит американских солдат, а просит только оружие. А это, как принято говорить в США. И Остин опять повторил этот тезис. Хорошая инвестиция. Мы сражаемся, начиная с начала марта, не сходим не с Киевом, а сражаемся с Западом. Тогда с какого рожна нам бросать ядерную бомбу на Киев? Мы с Киевом, правда же, не воюем. Никакой Киев мы бомбить не будем никогда. В Киеве расположены наши святыни. Ни Владимир Владимирович, ни Сергей Кожугетович не принят решение о том, чтобы разбомбить Киево-Печорскую, например, Лавру. Это просто исключено. А вот, например, в Вашингтоне нашей святыни нет вообще. Даже в Лондоне ни одной нашей святыни нет. И в Берлине их нет. Вы вообще понимаете, что уже произошло с этой страной? Она уже проиграла. Уже она проиграла. Эта война – это такой экзистенциальный выбор на самом деле. Потому что если мы ее не выиграем, мы ее не проиграем. Мы просто перестанем существовать. Проигрыша в этой войне быть не может. Пока мы не ликвидируем этот нарыв, пока мы не разгромим Украину как форпост Запада, и пока мы Киев, извините, не возьмем, оно все не закончится. Но победа будет за нами? Победа, конечно, будет за нами. Это безусловно. Либо нас не будет. Я думаю, на этой ноте и закончим медалик. Специальная военная операция и само по себе столкновение, конфликт способствуют вот этому выплавлению, рождению, слепливанию из этих людей новой нации. В России продолжают осознавать тот очевидный факт, что в Украине живет отдельный и самостоятельный народ, который не хочет в Россию. И насильно сделать украинцев русскими не получится. В стрессовых каких-то ситуациях может сковываться государство, сковываться нация, рождаться какая-то новая идентичность. Тогда, как бы ни печально нам было это сейчас наблюдать, Богдан Анатольевич, может быть, сейчас вот рождается какая-то новая, неведомая нам еще украинская идентичность, ну и какой-то новой народообразующей истории. Да, специальная военная операция и само по себе столкновение, конфликт способствуют вот этому выплавлению, рождению, слепливанию из этих людей новой нации. Если до 24 февраля был какой-то, хотя и небольшой шанс, да, что когда-то там потом утихомирятся все эти там страсти, мордасти по поводу там Бендера и забудут. Нет, шанса не было, Борис Борисович. И шанс был, что в следующем поколении как-то русские и украинцы, там русский язык сохранится, будем друг к другу в гости ездить, там про Крым забудем, как забыли немцы и французы про Эльзас и Лотарингю. Теперь, товарищи дорогие, такого шанса, увы, нет. После начала специальной военной операции, даже та довольно заметная часть русского населения Восточной Украины, которая реально хотела в Россию, я говорю про жителей Харькова, у меня там родственники есть, я в диалоге с ними нахожусь, да, даже эта небольшая часть, вот, в смысле, нет, она на Востоке большая была, они хотели в Россию. После 14-го года они говорят, возьмите нас, говорили, в Харькове, как Крым, возьмите. К сожалению, когда уже вам на голову падают ракеты, у вас отношение вот к этой братской стране, России, сильно меняется. Ну, то есть надо смешать с землей прямо сейчас Харьковскую область. Совершенно верно, сейчас надо решить, что надо действовать на этом управлении. Добрый день, хотелось бы поговорить о сложившейся ситуации в городе Шебекино. Мне 18 лет, и я учусь в одном из местных техникумов, но из-за постоянных обстрелов об учебе не бывает и речи. У моей семьи нет финансов и возможностей выехать за пределы города. Эта ситуация буквально ломает психику наших детей. У народа не выдерживают нервы, женщины плачут практически каждый раз. Я хочу жить так же, как и живут другие города России. Шебекино – это часть России. Мы – Российская Федерация, и мы просим помощи. Мы не знаем, кто нас защитит, кто нам поможет, почему мы должны сами, своими силами покидать город, почему мы должны покидать землю, на которой мы родились. Отодвиньте линию фронта и спасите Белгородскую область и город Шебекино. Все жители Шебекино имеют родственников в Харьковской области. Может, за очень редким исключением. В Белгороде, думаю, три четверти, кроме понаехавших издалека. Львиная доля жителей Шебекино и Белгорода до 2014 года приезжали в Харьков на базар, особенно на ночной. Куча людей из Белгорода приезжала в Харьков на футбол, особенно международный, и на приличные концерты. Вплоть до зимы 2022 года жители Белгорода летали из Харькова по Европам. Тихонечко. Первые, кто до конца февраля 2022 года встречал вас на ЖД-вокзале в Харькове, с любого поезда, особенно с киевского направления, маршрутчики до границы или Белгорода. По ту сторону границы точно знали, что никаких нацистов и тому подобного в Харькове нет. Когда в феврале 2022 года начались обстрелы, с той стороны было очень много хихиканья на тему, зачем вы сами себя бомбите, даже когда счет погибших уже шел на десятки. В течение года было много радости по поводу выхода ракеты с Белгорода в сторону Харькова. Это же так весело. Бумеранг иногда принимает форму вооруженной российской оппозиции. Нет никакого злорадства, но и с эмпатией как-то не очень. В Харькове также мирные жители. Полтора миллиона было. После победы Украины все равно придется жить рядом. Хорошо было бы, чтобы Бумеранг очень быстро вставил мозги на место, и наступило понимание, что враг не в Харькове, враг в Москве. И на террористические акты нужно отвечать в максимальной степени жестко. Ответ понятно какой. Они должны быть уничтожены. Причем не только в личном качестве. Нужно уничтожить само осиное гнездо. Режим этот. Он подлежит истреблению. Он должен быть уничтожен. Иначе оттуда будет постоянно исходить угроза. Это исторический факт. В этом моменте, вот сегодня, надо точечно их душить и долбить. Прям в том числе и по Шебекину. Я думаю, там авиация разберется, в том числе планирующими бомбами. Но так больше нельзя. Шебекина. 7 июня. Вот так вот все горит. Не знаю, никто ничего не душит. Наверное, город весь горит. Идет спецоперация на Украине. А мы, русские, с русских городов текаем почему-то. Парадокс, да? Мы с украинцами один народ. И желаем одного, чтобы Украина была независимой от Запада и НАТО. Дружественной для России государством. Или вы что думаете, мы сейчас остановимся? Они просто говорят, ну ладно, все нормально, будет, нет. Не будет его, пока наши войска не будут на границе с Польшей. Мы постепенно набираем людей. Мы набираем контрактников. Мы расширяем штат Министерства обороны на 50%. Поэтому мы пойдем в наступление, обязательно пойдем. Мы готовимся. То, что вы сейчас обстреливаете Белгородскую область, это не потому, что вы такие крупные. А потому, что мы все еще продолжаем испытывать к вам какие-то братские чувства. Россия сделала все для сохранения территориальной целостности Украины. Они же по нашей территории бьют. А это значит, мы можем использовать уже срочников. Конечно же, в Белгородской области страшно. О том, что придет ЧВК Вагнер, от Белгородской области до Рублевки совсем близко. А вдруг мы поедем спрашивать, где там наши боеприпасы на Фунзенскую набережную? Размер пакета составляет 61 миллиард долларов. Законопроект предусматривает 8 миллиардов экономической помощи Украине. В тексте документ прямо сказано, что США обязаны предоставить Киеву дальнобойные ракеты Атакмс. Это серьезное оружие. Те самые ракеты, которыми Украина накануне ударила по нашему военному аэродрому Джанкоя. Размер пакета составляет 61 миллиард долларов. Законопроект предусматривает 8 миллиардов экономической помощи Украине. Знаете, история не врет. А вот Путин врет. Это меня и раздражает. Поэтому я и высмеял это, используя нашу старую монгольскую карту. Не только я думаю, что использовать историю для оправдания своего жестокого вторжения в соседнюю независимую страну – это безумие. Вспомним то, что происходило во времена, ну скажем, Александра Невского. Ведь он ездил в Орду, кланялся Ордынским ханам, получал ярлык на княжение, в том числе и прежде всего для того, чтобы эффективно противостоять нашестью с запада. Почему? А потому что ордынцы вели себя нагло, жестоко, но они не затрагивали главного – нашего языка, традиций, культуры. На что претендовали западные завоеватели. Почему мы так почитаем Александра Невского, как святого? Именно за этот выбор. Прочь от Европы, когда Московия свернула не в ту сторону. Материал писателя и журналиста Павла Бондаренко. Далее цитируем. В истории страны на болотах было несколько точек бифуркации, когда она могла пойти по другому пути и превратиться в вполне приличную страну европейского типа. Самая первая – это знаменитая Куликовская битва, которой на самом деле не было. Сражения не было. Но была гражданская война между ханом Золотой Орды Тохтамышем и темником Мамаем, который был, по сути, первым евроинтегратором, стремясь к тесному военному, политическому, экономическому союзу с Генуэзской торговой республикой и Великим княжеством литовским. У московского князя Дмитрия был выбор – встать на сторону Мамая и его союзника великого князя литовского Егайла – свергнуть иго монгольского владычества и влиться в европейскую цивилизацию, или быть верным Золотой Орде и воевать на стороне своего сюзерена Тохтамыша. И с одной и с другой стороны была татарская конница. Это очевидный факт. Дмитрий под влиянием Сергея Радонежского, который был византийским агентом, Византия была кровно заинтересована в уничтожении Мамая и ликвидации влияния Генуи в Северном Причерноморье, остался верен Тохтамышу, чем пролонгировал власть Орды над Московией еще на столетие. И это определило всю дальнейшую историю этого государства вплоть до сегодняшнего дня. Затем были еще подобные точки. Отравление Софии Палеолог, евроинтеграторов Бориса Годунова и Михаила Скопина-Шуйского, упрека в монастырь незаурядной европейски образованной царевны Софии и приведение к власти сумасшедшего Петра. Но начало пути Московии, который можно назвать «прочь от Европы», было именно во времена Дмитрия Донского. История эта настолько скверная, настолько позорная, что позже по требованию Кремля тамошние историки по вызову придумали помаленьку о том, что на Куликовом поле Дмитрий Донской, оказывается, сражался против Золотой Орды, а не за нее. Миф этот живет и сегодня. Я бы рекомендовал новоявленным историкам, или точнее тем, кто хочет переписать историю, прежде чем переписывать ее и прежде чем писать книжки, научиться их читать. Орда, прежде всего, это был очень эффективный инструмент государственного управления и эксплуатации. И если, например, Александр Невский и его потомки, кто-то из которых дальше развивал московское великое княжение, соблюдал все правила, он не подвергался санкциям. То есть, если ты ведешь себя хорошо, платишь на луги и не выпендриваешься, не поднимаешь каких-то восстаний. А мы знаем, что у Даниила Романовича на территории Галычины и на территории Украины в любом случае было две войны с монголами. Одна удачная, другая неудачная. То если ты просто лояльный, тебе дается такая санкция на произволь. И ты можешь привлекать, когда вносишь дань монголам регулярно, правильно, в тех объемах, которые необходимы, ты можешь подчинять своей власти соседнее государство. То есть, мы вот сейчас, в 21 веке, обсуждаем Российскую империю и Советский Союз, но это же с чего-то начиналось. Начиналось оно с 13-14 века, когда благодаря вот этому сотрудничеству с монгольской властью ты получал карт-бланш на то, чтобы придавить там Тверь, Рязань, Новгород, еще другие-другие-другие княжества и центры власти. И если бы этого не произошло во время вот этого сговора, во времена Александра Невска, мы, возможно, имели бы три разных русских государства. Новгородскую республику, вполне альтернативная модель развития в контексте Северной Европы, Северо-Западной Европы. Или Тверское княжество, которое сотрудничало с Литвой, великим княжеством литовским, которое владело большей частью исконно русских, не русских, русских земель, то есть Киев, Днепр. И, возможно, тогда история России пошла бы другим путем. Но, имея за собой вот такой вот сговор, который декларативно, конечно, оформлялся, что мы не обижаем церковь, да, мы не обижаем церковь, мы не заставляем вас принимать нашу веру. Тем не менее, это были, прежде всего, властно-военные отношения, и задушить любых внутренних противников вокруг Москвы позволялось в результате добрых связей с золотой гордой. И в результате мы, вот украинцы, мы плохо знаем, как образовалась раковая опухоль в XIII, XIV, XV век, которая потом вышла за пределы того, что мы сегодня называем этническими русскими землями, и стала присоединять Казань брал, Астрахань брал, Новгород брал, с Литвой воевал. И вот эта империя начала распространяться, то есть, действительно, сотрудничество с Ордой дало московскому государству очень хороший такой, я не знаю, как бы старт, но это был уход из того цивилизационного мира, который, собственно, ввел восточное славянство князь Владимир Святославович, который крестил Русь. Это был выбор Европы, это был выбор римской и греческой традиций, но за время так называемого иго мы получили выбор в пользу деспотизма, абсолютно неконтрольной власти монарха, в то время как в Европе в это же самое время возникало представительство сословий, местное самоуправление, великие партии вольностей, то есть те документы, на которых зиждется современная цивилизация. Еще один аргумент «за». Украина не просит американских солдат, а просит только оружие, а это, как принято говорить в США. И Остин опять повторил этот тезис. Хорошая инвестиция. Первую партию беспилотников, подготовленную так называемой коалицией дронов, намеренно отправит на Украину самая мощная европейская держава – Латвия. Убеждал в этой связи республиканцев проголосовать быстро и положительно лично глава Пентагона Остин. Палат представителя министра обороны США опять пугал Путина. Сказал, что если США не поможет Киеву, то сдерживать российские войска надо будет в Прибалтике и Польше.